Вот мужики, переделываю прицепчик, вон кузов скинул, по итогу разрезал всю, всю раму разрезал, можно было не разрезать, все равно новую делаю, вон часть валяется, делаю шпаловоз, вот такая вот, по принципу передней балки и качалки вес она приличный выдерживает, но в моем случае вот здесь труба 60 на 60, 3 миллиметра толщина стенки, здесь пришлось ее сквозняком сделать, потому что вот это дышло, оно хоть и у меняющийся, но оно будет меняться, это на прицепе, меняю. Расстояние, потом навесы сюда еще, две трубы вварю, и там навесы щекерятся, будет еще и прицепчик, ну и шпаловоз, потому что, ну, прицепы как бы есть, вот тут вообще надо распилить, за ненадобностью, вот тут просто кусок корыта на колесах, колеса там вообще проволокой прикручены, ось, вот. Вот такие вот дела, надо вот те вон шпалы, вон они, вместе с этим брусом дубовым перевести в другое место, таскать, конечно, волоком можно, да, но не хочется вот эту землю поднимать, вот эту щебенку, надо куда-то их определять, поэтому изобретаю. Вот сюда и обычные жигулевские колеса становятся, ну, с кары, пускай пока будут. Сейчас другая труба, вот тут где-то, а вот она, штанга, уже с отверстиями, старенькая, ну, ничего. Она где-то будет чекериться, там, на нужной длине, и вот здесь где-то будет лебедка, это перекрутится, зацепчик. Вот лебедка на 800 килограмм, шпала 270 килограмм весит, а лебедка вот на 800, 10 метров, а, на 900 даже, ну, почти тонна. Трос такой, хороший трос, вот такой у меня трос стоит на этом, он импортный, какой-то интересный. Другие троса, смотрел, ну, не такие. На несколько положений эта ручка, вот здесь вот, чуть будет потяжелее, но побыстрее, на этом положении, если ручку поставить, будет помедленнее, но потяговить, вот там разберемся. Вот ее надо будет прикрутить, ну, на вот эту штангу, что стоит. Только вот, вот здесь, вот так вот, ну, это я разберу сейчас. Прикручиваю на том конце ролик, шпалу скидываем, накатываем между колес, цепляем, приподнимаем, с другой стороны, где-то здесь ее подвязываем, ну, центр тяжести просто надо так, чтобы ловить качелю, и перевозим, и все. Ну, вот такой же половоз, где надо, опускаем. Ну, 270 килограмм, что сколько там, по паспорту железобетонная. По-моему, я смотрел 270. Ну, тяжковато ее волочить. Мало того, что волочить и ворочать, то ее скинул, накатил, поднял и повез. Так, ну, испытание. Поднимает очень легко, вообще, шпалу без проблем. Чуть-чуть туда большую часть, там ремень, чтобы опора была. Тут, на удавку. Да, милое дело, смотри. И пошло, мужики, и покатило. И вышина приличная. О, клиент звонит. Все. Так, переделали ролик, поставили сверху. Ну, он съемный, там труба в трубу фиксируется. И теперь подъем выше. Лебедку можно еще сдвинуть. Это специально сюда. Чтоб хвост придержать. Вышина там вообще капец. Или ремень перекинуть. Оттолкаем передом. Удобно. Стало намного удобнее. Направлять, маневрировать. Вот. Туда, куда нужно. Задом вообще не то пальто. А вот здесь четко направляется. Вон, шпалы перевезли. Вообще, при помощи него шпала на шпалу. Заехала, положили. Ну, вот сразу два бордюра. На удавочку. Легкотня. Отлично. Тут назад чуть-чуть больше, чтоб ремешок подсунуть можно было. Чтоб вперед не клевало. И все. И поехало все покатило. Сейчас мы прям сверху два на третий положим там. А потом заберем. Вот сейчас батя попробует прям вот сюда накатить сверху. Вот две прокладочки положим, чтоб трос достать. Наверх. Ну, это первый опыт использования данной тарантайки. Но зато очень хорош. Все, 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 все. Чуть назад. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Вот там. Все. Отлично. Все. Да я взял вот два. Две палочки. Трос достать, а потом забрать их. И переложить. Вот и все. Сейчас вот этот ремень скину и опущу. Все. Опустили. Батя вот с этой стороны чуть-чуть придавил, а я опустил. И все. Оно ровненько легло. Также заберем и переложим. Когда шпалы там уложим, мы их наверх шпал засунем. Офигенно. Вот три бордюра. И все. Не, вот так передом офигенно вообще. Четко. И рулить четко. И видно, куда толкаешь. Ну, а заткануть можно пустым. Оборачиваться не обязательно. И так все видно. Блин, дождь начинается. Сейчас там на лебедке пружинку переставить в другое место, чтобы она сильнее дожимала. Да не, пускай тут. Вот тут пружинку. Она стояла вот здесь. Ну, так как к плоскости никуда не крепим. Снизу просверлил, вставил. И все. И собачка это сразу заработала так, как надо. Это вот в одном положении. А то не фиксировалось вот в этом, в нижнем. И когда трос тянешь, разматывался. А сейчас можно потянуть и все. И она как бы притормозит ручку. Потому что тоже его нужно растягивать. Вот. Как-то так. Отлично. То, что нужно. А до встречи. А до встречи. А до встречи. Продолжение следует...